Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости телепроекта Дом-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылку смотрите ниже, в описании к видео. Начнем с событий на Сейшелах. В день, когда исполнилось три месяца, как Ольга Рапунцель и Дима Дмитриенко вместе, Ольга решила бросить зиму. Она хочет вернуться на поляну. Рапунцель сделала красивый романтик Диме на берегу океана в честь торжества. Она все украсила, организовала, даже подарила ему шикарный букет роз. И Дима принял цветы, ему не было стыдно, что девушка все сделала для него. И за все время нахождения на острове он ни разу не подарил ей ни цветочка и не сделал ни одного романтика. Оля Рапунцель пишет, я устала тянуть наши отношения с Димой, это не любовь, он меня не уважает, не слышит и не понимает. Андрей Чуев продолжает радовать свою девушку Марину Африкантову и ее маму. Из шикарного отеля, где они отдыхали, Андрей на такси повез их на спа-процедуры. Это и был тот самый обещанный им сюрприз. Марина комментирует, мы с мамой две довольные мордашки получили огромное удовольствие от массажа, а еще от холодного чая с корицей. Саша Гозиас опубликовала фотографию, где она предстала перед зрителями во всей своей естественной красоте. Она подписала снимок, часто мне пишут, что я уродка, что все фотографии обработаны сильно, так вот получаете ноль ретуши, какая есть. А на поляне в гости к семье Жемчуговых приехала мама Глеба. Их сыну Миши исполняется один годик, вот и будут отмечать. Саша Моисеев что-то вдруг заскучал по бывшей участнице дома 2 Оксане Соколовой, с которой он раньше встречался. Он думает о Ксюше и пишет о своем состоянии. Мне память не дает покоя. Маша Чужакова больше недели пудрила мозги трем парням и не могла определить, кто же ей больше нравится. И вот вроде как она определилась. Ее выбор пал на Федю Стрелкова. Николас и Денис почти каждый день ей делали безумные романтики, а Федя всего-навсего выбрил ее имя на голове и таким способом завоевал ее сердце. Влад Кадони опубликовал фотографию своего автомобиля. Раньше он только называл марку машины, но и было много интересующихся. Вот это уже моя машина, подписал он. Не похоже, а именно моя. Что не мы-то я знаю. Внимательные фанаты телепроекта обнаружили, что на сайте Дома 2 Тимуру Гарафуддинову неправильно указали возраст. Его решили омолодить аж на 6 лет. Согласно более старой информации из других источников, он родился в 81 году, а не в 87. Похоже, что на проекте появились две подружки, две тезки. Это Саша Артемова и Саша Харитонова. Харитонова пишет «Я рада, что с тобой познакомилась. Твоя мудрость достойна восхищения». И Артемова хвалит подругу «Ты упавший ангел с небес. Всегда рассчитывай на мою поддержку». А теперь о бывших участниках проекта. Наташа Варвина, Саша Харитонова и Елена Бушина, то есть весь состав группы «Истринские ведьмы» подготовили к 8 марта шуточный концерт. И большинство зрителей были в восторге. Комментарии такие. Бушина немного подвела, неподвижная. Варвина получше, а Саша Харитонова очень удивила, артистичнее всех, но немного переигрывает. Света Торба рассказывает, что к ней вернулся ее любимый молодой человек и что ради этого стоило было сходить на Дом-2. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!